Реальные угрозы в Арктике из-под воды и с воздуха. Северный океан есть пространное поле, где усугубиться может российская слава. Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном. М. В. Ломоносов Сегодня очевидно, что для экономики и военной безопасности России Арктика с каждым годом будет играть все большую роль. И в этой связи понятны большие усилия и инвестиции в развитие возможностей государства, вооруженных сил, решения стоящих перед нами в Арктике задачи. Фото. Мовести.ру Задачи в Арктике На форуме Армия-2018, на конференции, проводимой военной академией Генерального штаба ВС РФ, в докладе ВМФ Основные угрозы военной безопасности Российской Федерации в Арктическом регионе были показаны оценка основных угроз военной безопасности РФ в Арктике и обозначены основные мероприятия, проводимые в МФ РФ с учетом этого. В принципе, все верно. Вопросы вызывает только отсутствие приоритетов, главное второстепенное. Усилия государства и Минобороны в Арктике велики и, безусловно, целесообразны. Но возникает вопрос, насколько они эффективны и куда направлены. И в конце концов, что делают исполнители и насколько объективны их доклады. Особенно с учетом внешних угроз и обострения военно-политической обстановки. РИА Новости Командующий Российским Северным флотом адмирал Николай Евменов заявил, что риск возникновения конфликтов в Арктическом регионе увеличивается. Адмирал Н. Евменов Нашими задачами в Арктике объективно являются Контроль общей обстановки, зоны арктических владений России, трассы Северного морского пути и их обеспечение, навигационное, спасательное, ремонтное, снабжение, ледовая проводка и т.д. Участие в стратегическом сдерживании за счет применения МСИАС, дальней авиации сил ВМФ, в том числе, неядерное, и их обеспечение, в том числе, в части уничтожения плаохотников и кораблей-носителей пропротивника, обеспечение грузоперевозок, в том числе, и дублирование трансиба для спецгрузов, оборона территории Российской Федерации с морских направлений. В Арктике развернута группировка Северного флота, на базе которого в 2014 году было создано объединенное стратегическое командование ОСК «Север», фактически по статусу «Округ». Развернутое обширное строительство арктических баз, восстановление аэродромной сети. Ошибка по нашему военному уходу из Арктики предшествующих лет начала исправляться. Перспективными планами предусмотрено развертывание группировки ПВО. О. Шести узлов наземной ПВО «С-400» и «Панцирь-С-1» «Североморск», «Новая земля», «О. Средний», «О. Котельный», «М. Шмидта», поселок Тикси. Арктических аэродромов, постройка и реконструкция, «Новая земля», «О. Земля Александры», «Архипелаг Франции Иосифа», «О. Котельный», с обеспечением приемов в том числе и самолетов дальней авиации, поселок Тикси, «Г. Нарьянмар», «Г. Норильск», два последних двойного назначения. Для контроля трассы Северного морского пути, СМП, «Нао». Котельный, «М. Шмидта», «О». В Рангеле предусмотрено развертывание РЛС подсолнух, зона обнаружения надводных целей каждого 400-450 километров. Все в порядке. Как сказать? Первый вопрос возникает по реальным угрозам в Арктике и тому, к чему готовится Северный флот. БПК Кулаков с группой кораблей и судов в ней трассе СМП. В 2018 году был выведен из строя из-за повреждения льдами антенны «Гак Полином». Очевидно, что, пока, единственным противником в Арктике являются США и НАТО. При этом и речи не может быть о проведении ими, даже в среднесрочной перспективе, морских десантных операций и прорывов кораблей по трассе СМП, и тому подобное. Виртуальных угроз, к отражению которых так упорно готовится наш Северный флот в последние годы, поиск подлодок противника в Норвежском море крейсерами СФ, кто ж им на войне это даст. Морские десанты на острова, стрельбы и развертывания ПК РК «Бастион» на О. Котельный. Последняя вообще за пределами здравого смысла и понимания, с кем там собрался воевать «Бастион». С группами канадских белых медведей нарушителей газграницы РФ. Точка силы Северного флота, находящиеся в районе архипелага Новосибирских островов, провели учения по защите арктической островной зоны и морского побережья РФ с выполнением ракетных стрельб. Был применен береговой ракетный комплекс «Бастион», несущий боевое дежурство на острове Котельный, архипелаг Новосибирские острова. Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, подводя предварительные итоги учения, расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» успешно выполнил ракетную стрельбу по морской мешанной позиции, находящейся на удалении более 60 километров, чем подтвердил свою готовность эффективно нести боевое дежурство в Арктике и выполнять задачи по охране островной зоны и морского побережья России, абсолютно антикварные и фактически небоеспособные противоминные силы Северного флота имитируют боевую подготовку давно устаревшими хождениями по минам с тралами. Тральщики Северного флота отрабатывают поиски уничтожения минуты в Баренцевом море в составе трех корабельных тральных групп действуют экипажи пяти тральщиков. Моряки Североморцы отрабатывали сопровождение корабельной поисково-ударной группы в составе малых противолодочных кораблей Юнга и Снежногорск за тралами, используя весь комплекс противоминного вооружения гидроакустические станции поиска якорных и донных минуты и различного вида тралы. Базовые тральщики Котельнич, Коломна и Ядрин в составе минно-тральной группы отработали маневрирование, постановку тралов, поиск морских минуты и тралли неопределенного участка морской акватории. Тралы. 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 Ни одного сколько-нибудь современного противоминного корабля ПМК в составе Северного флота нет. У имеющихся тральщиков нет ни одного подводного аппарата. Единственный китмель на МТЩА Гуманенко с высокой вероятностью не в строю, да и смысла не имеет. Т.К. Подорвется на первой же умной мине. Безусловно, положительным моментом является создание Арктической 80-й отдельной мотострелковой бригады с задачей контроля территории от Мурманска до Новосибирских островов в оперативном взаимодействии с частями ВДВ и морской пехоты Северного флота. Главное, появлялась не только сила, готовая действовать в сложных физико-географических условиях, но и имеющая соответствующую технику, прошедшую регулярные проверки в этих условиях. С воздуха это стратегические бомбардировщики, более 120 единиц, и крылатые ракеты, самолеты тактической и палубной авиации, ударные, было дальнего действия США и НАТО в обеспечении мощной группировки истребителей ИДРЛА. 12 апреля 2019 года Министерство обороны США выдало корпорации Бэйнг. Контракт стоимостью 14,3143 миллиарда дол на модернизацию систем вооружения стратегических бомбардировщиков В-1В и В-52Н. Контракт рассчитан на 10 лет до 11 апреля 2029 года. И это для нас прямая и явная угроза, и в первую очередь в Арктике. Из-под воды, льда, это Действия плавы МС США и Великобритании против Северного флота и особо МСАС. Минные заграждения, авиация, ПЛИПЛА, в ближайшей перспективе подводные робототехнические комплексы, РТК. ВМС США и Великобритании действуют в Арктике давно. Фото, групповое всплытие плавы вблизи Северного полюса в ходе учений. ISAX 1986 год. Кроме того, не следует забывать и о традиционном американском занятии на войне захвате чужих аэродромов для обеспечения наиболее эффективного применения свой авиации по противнику с них же. Патеря аэродрома НАО. Котельный, планы по которому предусматривают возможность применения в том числе. Самолетов дальней авиации, будет иметь крайне тяжелые стратегические последствия. Это не только утрата СМП для нас, очевидно, из предшествующего опыта войн США, что уже через несколько суток на аэродроме сотнями рейсов военно-транспортных самолетов будет создана не только мощная авиабаза ВВС США, но и в короткий срок появится аэроузел для обеспечения нанесения ударов вглубь территории РФ и захода в Сибирь. Вертолет сил специальных операций, ССО, США, MH-47Г. Рассмотрим ситуацию подробнее. МСАС. Фото, ставшее несколько лет назад причиной скандала. Снимки сделаны в начале августа 2015 года. Как легко видеть на снимках, в базе Гаджива находится одновременно 5 РПК СН-4 проекта 667 БДРМ, К-51 Верхотуре, К-84 Екатеринбург, К-18 Карелия и К-407 Новомосковск, и новый К-535 Юрий Долгорукий проекта 955, до настоящего времени не приступавший к боевому дежурству. С учетом того, что РПК СНК-114 Тула проекта 667 БДРМ находится на среднем ремонте на головном предприятии АУ-центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, то можно сделать вывод, что в море на боевой службе в момент данной фотосессии находилась только одна лодка данной дивизии К-117 Брянск проекта 667 БДРМ. Таким образом, видно, что 80 развернутых стратегических носителей, баллистических ракет, и 352 развернутые ядерные боеголовки, иными словами, 15,5% общего числа носителей и 22,25% числа развернутых ядерных боеголовок всех стратегических ядерных сил России, находились в состоянии неподвижного скопления, в практически незащищенном виде, в одном месте и могут быть гарантированно уничтожены одним ядерным боевым блоком противника. Это является наглядным примером уровня реальной боеготовности и боевой ценности в целом Морских стратегических ядерных сил, МСЯС, России, на которые расходуются астрономические средства. Совершенно очевидно, что гарантированное уничтожение одним ядерным боевым блоком противника 352 ядерных боеголовок баллистических ракет наземного базирования РВСН невозможно в принципе. Вопрос по этому снимку не по лодкам в базе, хотя такое их скопление, это безусловно, явление ненормальное, а по отсутствующему Брянску. Ибо если в этот период времени он не отслеживается, причем именно гарантированно не отслеживается, противником, то морская составляющаяся свою задачу уже выполнила. Ключевой фактор, который делает необходимым размещать стратегические средства на морских носителях, в сложных физико-географических условиях их применения и значительного превосходства противолодочных сил противника, это уязвимость наземной компоненты МСЯС к внезапному ядерному, обезоруживающему удару. И это не виртуальная угроза, а вполне реальная, и отрабатываемая противником. То есть, даже один, но гарантированно не отслеживаемый РПЛ СНС БРПЛ, исключающий возможность такого удара, является крайне важным стратегическим и политическим фактором. И главное здесь не количество боеголовок МСЯС, а ее боевая устойчивость. Т. Образно говоря, для МСЯС как системы булава вторично к вопросам скрытности, гидроакустики, морского подводного оружия и т.д. У нас же это поставлено с ног на голову, по булаве пляски с бубином, жесткие решения, а потому, что дает вообще право ходить в море и возить в море стратегические ракеты, завал полный. Повторюсь, если система МСЯС не обладает боевой устойчивостью на уровне хотя бы одного гарантированно неотслеживаемого РПЛ СН, способного произвести ответный ядерный удар по территории противника в самых неблагоприятных условиях обстановки, она не только не имеет смысла, а является гирей нашей государства и его вооруженных сил, отвлекая на себя огромные ресурсы. Всплывший в Арктике РПЛ СН проекта 677 БДРМ со значительным дифферентом. Бори и Горба практически не имеют, и, соответственно, проблема удаления огромного количества и крайне тяжелого льда просто перечеркивает возможность стрельбы БРПЛ в таких условиях. Стрелять можно только после всплытия в большой чистой полынье, которую нужно еще найти. Проблема эта имеет техническое решение, без подробностей, однако на данный момент ситуация такова, что новейшие РПЛ СН имеют большие ограничения по примененную, основного оружия, в Арктике. Их проблемы на Тихоокеанском флоте предмета отдельного разговора. Уместно вспомнить, что одним из требований к закрытому комплексу с БРПЛ БАРК, вместо которого необоснованный выбор был сделан в пользу булавы, было обеспечение стрельбы через лед, то есть. Обтекаемые РПЛ СН проекта 955 изначально задумывались с возможностью стрельбы БРПЛ без всплытия, сквозь лед, и эта их возможность была похоронена булавой. Ну и последний штрих несмотря на длительную разработку, БРПЛ булава на вооружение до сих по не принято. Т.Е. Несмотря на колоссальные затраты на систему БРПЛ БУлава, становым хребтом нашим САС являются, и еще долго будут являться, РПЛ СН проекта 667 БДРМ. И здесь опять стоит вспомнить столкновение К-407 и плавы МС США Грейлинг. Новейший, на тот момент, РПК СН ВМФ с умным командиром и хорошо подготовленным экипажем длительно отслеживался плавы МС США по стройке 1967 год. При этом рубеж плова СМ США уже многие десятилетия находится не в районе Исландии, или О. С учетом сравнительно малой глубины новых средств поиска нашей подлодки на северной дороге оказываются ввиду массового применения противникам низкочастотной активной подсветки фактически в виде мухи на стекле. На Западе уже с 1980-х годов начался переход на совместную комплексную обработку сигналов от поля РГАП как от единой антенны, то есть РГАП стал датчиком. Данное техническое решение резко повысило поисковую производительность противолодочных самолетов. С появлением же в начале 1990-х годов низкочастотных РГАП-излучателей, LFA, было обеспечено обнаружение самых малошумных ПЛ. Сейчас облик низкочастотной подсветки существенно изменился, значительно снизились мощности, усложнилась обработка, вплоть до появления скрытных, для обнаружения целью, режимов работы многопозиционных гидролокаторов. Все это до сих пор является откровением и для нашего ВМФ, и для разработчиков наших поисково-прицельных систем противолодочной авиации, остановившихся в далеких 70-х ГГ, при том, что для противника давным-давно обеденность боевой подготовки. Малая глубина Баренцева моря остро ставит вопрос использования противникам нетрадиционных средств поиска, и обеспечения скрытности наших ПЛ в этих условиях. Приведение автором в одной их своих статей цитаты генерал-лейтенанта Сокерина В.Н. Претерпевшую, увы, серьезную и исказившую смысл редакторскую правку, по пролету Ориона и обнаружение им в короткий срок 10 подлодок Северного флота, вызвало большой резонанс и обсуждение. Сейчас можно уточнить временную привязку этого случая, около 1996 года. Однако такие способы поиска были не американским изобретением, а нашим. Еще пример, в журнале «Ганьгут» в статье «М». Васильева приведена оценка данного вопроса заместителем главкома ВМФ по кораблестроению и вооружению адмиралом Новоселовым. Точка на совещании не дал слова начальнику института, рвавшегося рассказать об экспериментах по обнаружению всплывшего следа подлодки с помощью РЛС. Точка уже много позже, в конце 1989 года, спросил его, почему он отмахивался от этого вопроса. На это Федор Иванович отвечал так, об этом эффекте я знаю, защититься от такого обнаружения невозможно, так зачем расстраивать наших подводников? Возникает вопрос, а в отношении военно-политического руководства страны также действует принцип «не надо расстраивать». В том числе, стратегический бомбардировщик «Боинг-Би-52Х» из состава 49-й испытательной эскадрильи 53-го крыла ВВС США с шестью подвешенными на пилонах для испытательного сброса новыми американскими авиационными морскими донными неконтактными минами высокоточной постановки «МК-64». В дальнейшем планируется доработать поднесение этих минут и барабанную револьверную пусковую установку в бомбоуэйце КВ-52Н, что позволит самолету суммарно нести до 20 мин. Барксдейл, С, ВВС США Про абсолютно пещерный, доисторический уровень противоминных сил Северного флота сказано выше. Однако в победных реляциях наших адмиралов все замечательно. Экипаж базового тральщика «Ельня» провел тралиней минного заграждения для проводки условного отряда кораблей и судов. Моряки использовали неконтактные глубинные тралы. Все учебные мины были успешно обезврежены. А что же РПЛСН боевой службы, уже развернутый под лед? Из-за узкого фронта развертывания и упреждения в обнаружении плавы МС США и Великобритании не доставляет особых проблем. Обнаружив наши РПЛСН на маршруте развертывания, дали скрытное и длительное время следить за ним в готовности к уничтожению по приказу. С учетом наличия у России мощных СИАС, варианта возникновения и эскалации крупномасштабного конфликта с США-2, медленная эскалация, со широким привлечением третьих стран и ограничением форм боевых действий, с постепенным втягиванием США и дальнейшей эскалацией конфликта, но ниже уровня ядерного порога, или быстрый обезоруживающий удар с массированным ядерным поражением всей нашей группировки СИАС. При этом до нанесения такого удара противник должен быть уверен, что угроза со стороны наших МСЯС ликвидирована. То есть РПЛСН боевой службы ждет скрытный отстрел, причем еще до формального начала боевых действий. И такие действия ВМС США не только отрабатывают, имеется целый ряд случаев преднамеренных стрель по нашим лодкам чем-то очень похожим на торпеду. Последний случай, известный автору, был на 16-й эскадре ПЛ в середине 2000-х ГГ. А теперь рассмотрим ситуацию на борту нашего РПЛСН. 30.Е сутки боевой службы, все спокойно, привычно. Доклад акустика, торпеда по Пеленгу. Про первую реакцию я умолчу, заметив только, что в такие моменты АТРПЛ, тактическое руководство подводных лодок, не думают. Тем более, что положение по противоторпедной защите в нем, мягко выражаясь неадекватное и абсолютно оторванное от реалий. Главный вопрос это реальная торпеда, то есть война, или это очередная американская провокация, с имитатором со шумами торпеды или просто практической, не боевой, торпедой. Причем на берег не доложить. Что делать? Стрелять в ответ. Во-первых, с практически единичной вероятностью за обнаруженной торпедой ПЛА противника нет. Во-вторых, наши торпеды, мягко говоря, очень сильно уступают торпедам противника. В-третьих, для того, чтобы быстро стрелять, нужно иметь торпедный комплекс в соответствующей готовности. Во время Холодной войны такое практиковалось, однако в 90-х ГГ. Об этом практически забыли. В 2000-х ГГ. Английская плаохотник типа Эстюд подоль дами Арктики. Почему к этому не готовятся адмиралы королев и евменов, очень хотелось бы услышать от их самих. Правда, сомневаюсь, что им будет что сказать достойное реальное на приведенные факты. И здесь уже уместно вспомнить Конфуция. Посылать людей на войну необученными значит предавать их. И еще про ISACS. То, что на учениях ISACS давно применяются подводные аппараты, НПА, известно давно. Но вот масштабы и глубина этих работ на последних учениях. ISACS 2018 – это просто нокаут всем нашим флотоводцам и руководителям соответствующих работ в ОПЭК. На ISACS 2018 было развернуто 30 крупноразмерных НПА «АТОМ», 18 из которых были оснащены модулем «Адвансд Си-Ворфа» «АДСУА», в котором размещен набор у совершенствованных подводных технологий связи ГПД, а также различные сенсоры для обнаружения ПЛ, включая систему установки статической антенной решетки на морское дно, в перспективе применения ее как малой ГБА. А что у нас в воздухе? Так ли крепок арктический щит ПВО, как о нем вещают в СМИ? Начнем с обширной цитаты, которая, тем не менее, достойна быть приведенной полностью, в том числе, для того, чтобы ее электронный исходник не был удален ввиду очевидной скандальности поднятых вопросов. Проблемы российской ПВО окружают молчанием. А. Хромчихин. То, что одной ЗУР можно сбить не более одной цели, объяснять, видимо, не нужно вообще никому, это арифметика на уровне первого класса. Боевые алгоритмы С-300П и С-400 подразумевают при автоматической боевой работе применение двух ЗУР по одной цели, перейти на вариант «одна ЗУР одна цель» можно лишь вручную. То есть если в полку 64 готовых к пуску ЗУР, то он может сбить максимум 64 цели, реально 32, после чего полк обнуляется. Норматив перезаряжания одной пусковой установки, ПУ, на оценку отлично 53 минуты. То есть на восстановление боеготовности полка уйдет не менее часа, что в условиях современной войны многовато. Однако на самом деле полк ни за какой час не восстановится, и за два тоже. Просто потому, что в состав ЗРС не входят заряжающие машины, нет в дивизионах и хотя бы одного запасного боекомплекта. Все это должно привозиться с баз хранения и подготовки ракет. Маневр силами применительно к ЗРС С-300П-С-400 теоретически возможен, но практически нереализуем, учитывая громоздкость этих систем и наши огромные расстояния. Все это не имело особого значения, когда трехсотые полки были частью мощной эшелонированной системы ПВО СССР, но имеет очень серьезное значение сейчас. Точка США имеют вполне реальную возможность загрузить российские ЗРС огромным количеством ракет. BGM 109 Tomahawk AGM 86 AGM 158 JASM LR и прочее, и прочее. Данная проблема становится все более серьезной, что в малых масштабах мы уже наблюдаем в Сирии. Но у нас она превращена в фигуру умолчания. Все это не означает, что С-400 плохие, речь о том, что устойчивой может быть только система с различными элементами, которая компенсирует недостатки одних средств достоинствами других. Очевидно, что элементом качественного и количественного усиления наземной компоненты ПВО является авиация. Вне зависимости от эффективности новых наземных ЗРК система ПВО, построенная только на их основе, порочна уже в силу географических факторов, кривизны земли и наличия радиогоризонта. Нужны истребители, нужны самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, ДРЛОЮ. А вот с этим войск Север и на Северном флоте все очень плохо. В масштабных маневрах задействовано 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военные и специальные техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО. Данные цифры — это признание фактора сгрома флотом собственной морской авиации. Для справки, соотношение кораблей и самолетов в тем времена, когда Северный флот действительно был самым флотом, на 1982 год имел 395 боевых кораблей и катеров, 290 вспомогательных судов и 380 летательных аппаратов, а на учениях Океан-83 было задействовано 53 корабля, 27 подлодок, 18 вспомогательных судов, а также 14 полков морской авиации, 3 полка истребителей ПВО, то есть более 400 самолетов. Имеющаяся сегодня группировка истребителей Юск Север заведомо не в состоянии решить стоящие перед ними задачи. Это усугубляется проблемой с новыми авиационными средствами поражения, которые только пошли в войска. Однако по очень странной причине, несмотря на массу официальных фотоучений, фотографий самолетов с новыми УР-воздух-воздух практически нет. Экономит ресурс новых ракет. Так их сначала нужно освоить. А значит, начать массово возить и применять, как это было во времена СССР и происходит сегодня во всех развитых странах. При этом наиболее острыми вопросом является УР-воздух-воздух дальнего боя АР-37М, во-первых, и ввиду уникальных и крайне востребованных обстановкой ТТХ, а во-вторых, потому, что без этой ЮР даже модернизированные МиГ-31БСМ имеют ограниченную боевую ценность. Скрин с видео юбилея Канского авиаполка. Источник. Однако возможность того, что новейшие боевые ракеты были выставлены на обозрение публики, вызывает большие сомнения, и с высокой вероятностью на подвесках МиГ-31БСМ были висогабаритные макеты. Мизерное количество модернизированных самолетов Дрлой-УА-50 не позволяет создать сплошное радиолокационное поле и обеспечить постоянное патрулирование на ТВД. Печальный итог. Что в итоге? А в итоге мы получаем ясный и понятный уже сегодня полный разгром Северного флота ОСК-Север в случае реальных боевых действий, причем с минимальным ущербом для противника. 1. РПЛ-СН боевой службы уничтожаются до начала боевых действий. 2. РПЛ-СН в базах ударами по базам, на минах, ПЛ, ПЛА и по США и НАТО на северном маршруте развертывания, Восточный закрывается минами. 3. Решение о применении БРПЛ с Баренцева моря в недалеком будущем может быть парировано развертыванием в нем кораблей-носителей прав в зонах, недоступных для поражения береговыми ПК РК «Бастион». А применение кинжалов с авиацией требует точного целеуказания и наличия соответствующей системы на ТВД. 4. Всю базы Северного флота, расположенные в непосредственной близости от границы, уничтожаются, вместе с ремонтными средствами и накопленными боеприпасами и запасами материально-технического обеспечения. 5. Остатки Северного флота отступают в юго-восточную часть Баренцева моря, где и уничтожаются. 6. Группировка ПВО на Арктических островах подавляется количественно, уничтожается, наиболее ценные базы захватываются вертолетными десантами, для обеспечения последующего нанесения ударов и наступления вглубь Сибири. С тем, что мы имеем сегодня, и реализуется в виде перспективных планов, это реальная картина. 7. Зато по докладам адмиралов Евменова и Королева, на Северном флоте полный хоккей, в чем легко можно убедиться, зайдя на страницу УОСК Северный сайт именобороны, и победных реляций и хоккея там более чем много. 8. Знают ли они о реальной обстановке? Разумеется, да. И очень хороший вопрос здесь, что докладывают адмиралы Евменов и Королев Верховному Головнокомандующему по реальной боеспособности Северного флота и ситуации с боевой устойчивостью МСЯС. А возможно ли иное? Да. Если не прятаться от проблем и не делать вид, что их нет, а решать их. Давайте по порядку. 1. МСЯС Установка активного комплекса противоторпедной защиты резко повышает боевую устойчивость РПЛСН и, главное, дает эффективный инструмент ответа внезапную торпедную атаку, или ее имитацию. То есть, вопрос что делать здесь уже не стоит уничтожать торпеду, или имитатор со шумами торпеды, своей а не торпедой. По уму и совести именно РПЛСН проекта 667БДРМ должны были, причем давно, получить первыми в боекомплект Атласта. Проведение эффективной модернизации торпеды Физик с учетом наиболее значимых предложений специалистов позволить даже Рязани с ней выиграть дуэль у Вирджинии. Повторюсь, это не фантастика и не теория, а вполне конкретные результаты испытаний полученным по реальным ПЛ целям. Установка специальных автоматических боев дальней связи, с возможностью передачи из-под Ольда, автоматически отстреливаемых при гибели нашей ПЛ, с регистрацией и передачей на берег данных регистрации и последней значимой информации. Безусловно, по этому вопросу можно и нужно еще многое уточнить, однако открытый характер статьи исключает излишнюю детализацию. Однако указанные три главных пункта – антиторпеды, хорошо модернизированный физик и буй дальней аварийной связи – это то, о чем не просто и можно, а нужно жестко и прямо говорить. И более того, о реализации этого поставить перед фактом США, ибо это будет сильнейшим сдерживающим фактором для них. Нельзя пройти и мимо вопроса по оптимальной численности МСЯС, с учетом значительно превосходства противолодочных сил противника, сложных физико-географических условий и ограниченной емкости ТВД, где мы можем обеспечить боевую устойчивость МСЯС, их избыточное количество нецелесообразно. Безусловно, в ледовый период одна РПЛСН должна находиться на боевой службе в защищенной зоне Белого моря. При этом нужно понимать, что из-за малых глубин обеспечить ее скрытность в чистый ато льда период будет, скорее всего, невозможно, то есть. 2. Создание защищенного района Карские ворота, исключающего возможность закупоривания его минами, и обеспечения всех видов обороны, в том числе. И новых, например против подводных аппаратов. Наиболее целесообразно осуществление этого путем воссоздания заброшенной флотом Яконгской военно-морской базы, П. Островной. Значительное удаление ее от границы, в отличие от всех других баз с ВМФ, ставит вопрос перемещения туда части запасов и боеприпасов флота. Яконгская ВМБ, 2-я бригада ОВР и ТРПК СН Проекта 941, 1985 год. 3. Береговые ПК РК как обладающие наиболее высокой боевой устойчивостью должны иметь приоритет в перевооружении на ПК РЦИРКОН. Необходимо развертывание ПК РК на Новой Земле, например за счет передислокации бастиона с О. Котельный, для полного закрытия зонами поражения всего Баренцева моря, исключение использования в нем кораблей ПРО, и создание постоянной угрозы противнику с двух направлений. 4. Создание в составе Северного флота скоростной транспортно-десантной группы, обеспечивающей быструю переброску десанта и грузов, в том числе, Б-комплекта ЗУР, в том числе, в ледовых условиях, на базе модернизированного проекта десантного корабля на воздушной полушке ЗУБР, десантные корабли на воздушной подушке, ЗУБР, ВМФ РФ, и ЛУКАК, ВМФ США. 5. Приоритетное развитие авиационной группировки. Без резкого усиления возможностей нашей авиационной группировки решение задач на Севере невозможно. Главное, ДРЛА, новый УР-воздух-воздух, особенно большой дальности, средства РЭП и современные БРЛС-истребители. С учетом ограниченных темпов поставки самолетов ДРЛА А-50 и А-100 однозначно нужен легкий тактический самолет ДРЛА, и на его же базе патрульный самолет. С учетом жестких сроков решения может быть в создании в короткие сроки РЛС по типу самолета СААП-Аргус на базе серийной истребительной БРЛС-Ирбис, с значительным увеличением ее апертуры. Легкий тактический самолет ДРЛА СААП-Аргус. С учетом того, что поставки ракет в средней дальности 171 несколько лет назад все-таки в ВКС пошли, обстановка по Р-37М, ее явное отсутствие в строевых частях в значительном количестве, вызывает глубокую озабоченность. Весьма вероятно, что по цене ракета получилась весьма недешевой, однако она критически важна для нас, в первую очередь выбивать ДРЛА и противника из самолета ПА. Ее поставки в ВВС флотов должны рассматриваться в приоритетном порядке, в том числе и для выполнения фактических стрельб. Мощная и боеспособная авиационная группировка позволяет не только качественно усилить ПВО страны с севера, но и с опорой на непотопляемые авианосцы Североморск и Рогачева, О. Новая Земля, придать боевую устойчивость силам Северного флота и обеспечить развертыванием САС под лед. 6. Емкость военных арктических баз должна обеспечивать размещение значительно увеличенных по численности групп военнослужащих с техникой для обеспечения развертывания в угрожаемый период подразделения охраны, по численности, уровню боевой подготовки и оснащения техникой исключающих захват военных объектов РФ, в первую очередь аэродромов, десантами противника. 7. Для действий в Арктике наиболее целесообразным типом многоцелевой ПЛ является вариант нового проекта 677, но оснащенный атомной главной энергетической установкой. Проект 885 слишком дорог, велик по размерам, что значительно затрудняет его применение на малых глубинах. Наличие Большота-Б комплекта ракет в Уф подольдом не имеет никаких преимуществ. 7. Напл проекта 677 и плавая МС Франции типа Рубис. При этом строительство дизель-электрических ПЛ для океанских театров, Северный и Тихоокеанский флот, нецелесообразно, а лучшей анаэробной установкой для них является малогабаритный атомный реактор. Если проблемы решать, а не скрыть. Безусловно, полный перечень необходимых мероприятий много больше приведенного и является закрытым документом. Однако даже реализация указанного короткого перечня обеспечивает качественный перелом в соотношении сил в Арктике и обеспечение решения задач наших вооруженных сил там. Однако все это возможно только в том случае, если проблемы действительно решать, а не скрыть, что, увы, делается сейчас.